День молодежи 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 Департамент городского хозяйства сообщает В связи с возобновлением эксплуатации реконструированного сегмента водопровода со 2 по 4 июля возможно замутнение холодной воды в домах на улице Зернова 1 июля вступила в силу новая редакция правил дорожного движения Помимо прочего документ вводит знаки, которые запрещают проезд транспорта, не соответствующего требованиям экологической безопасности По словам экспертов, ограничения могут коснуться десятков миллионов старых автомобилей с двигателями евро 0, евро 1, евро 2 Правда, пока что эти запреты носят сугубо теоретический характер Сами знаки еще не внесены в ГОСТы, а значит и устанавливать их нельзя Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий В ночь с понедельника на вторник в Нижегородской области ожидается гроза, ливня, усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду и град Спасатели рекомендуют во время ненасти по возможности не выходить из дома, а находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, держитесь в стороне от линии электропередач, деревьев, легких построек и слабо укрепленных конструкций А также не оставляйте вблизи них свои автомобили Конец июня запомнится Саровчанам двумя знаменательными праздниками Один из них с нетерпением ждали все 11-классники города Начался выпускной вечер с торжественной церемонии вручения медалей В этом году награды за исключительные успехи в учебе получили 57 ребят из 12 школ города Эти ребята шли к своей цели на протяжении 11 лет Исправно выполняли домашние задания, с усердием готовились к контрольным и экзаменам И в этот вечер они наконец достигли желаемого Стали обладателями заветной золотой медали Для всех присутствующих в зале это весомый повод для гордости Золотая медаль все-таки это определенная доля радости И радости не только для меня, а для всей моей семьи Этих ребят знают многие горожане И они обладатели грантов города, участники и победители харитоновских чтений Лауреаты областных, всероссийских и международных, творческих и интеллектуальных фестивалей и конкурсов Александр Толмачев победитель и призер Олимпиад по математике, экономике Метапредметной олимпиады в рамках проекта школы Росатома На протяжении 11 лет Саша вел активную научную деятельность Но для него школа не просто место, где спрашивают параграфы и задают домашнее задание Школа дала мне очень многое Школа научила таким жизненным качествам, как целеустремленность Умение добиваться своих целей Расти над собой Я нашел новых друзей Считается, что выпускной это праздник 11-ти классников Но не стоит забывать и о тех, кто на протяжении всех лет поддерживал ребят в их начинаниях Помогал лишать сложные задания И больше всех переживал за результаты Олимпиад и выпускных экзаменов Мы безусловно гордимся вами и верим, что в ваших руках будущее нашей страны Мы знаем точно, что сегодняшний ваш успех зависит не только лично от вас Но, конечно, от любящих вас родителей и ваших учителей И поэтому какое удовольствие видеть вас сейчас, уважаемые родители При исполненном гордости за своих детей Весь вечер в адрес выпускников звучали теплые слова Поздравляли ребят не только представители администрации города и ядерного центра Но и родители, и даже сами сверхники По доброй традиции, каждый из медалистов оставлял пожелания выпускникам будущих лет в специальной книге И получал в подарок, кроме медали, благодатственные письма и памятные сувениры После торжественной церемонии чествования медалистов И вручения сертификатов на целевое обучение в вузах Парад выпускников вышел на центральную площадь С напустственными словами к юношам и девушкам обратились первые лица города Продолжилась праздничная программа выступлениями творческих коллективов Завершился выпускной бал на площади Ленина долгожданным фейерверком Подробнее о том, как прошел выпускной, в нашем следующем репортаже Остались за спиной уроки, домашние задания, экзамены Для кого-то 11 лет в школе пролетели как один день Для других это был долгий путь к цели и кропотливая работа над собой Виктория Михайлович с волнением ждала этого момента В день прощания со школы девушку переполняли самые разные чувства Ну, немного усталость, но в принципе радость, счастье, что могу сказать Свобода, наконец-то От нахлынувших эмоций у выпускников путались мысли Еще вчера они сидели за школьной партой, а уже завтра перед юношами и девушками откроются дороги в будущее В этом уверена и Валерия Максимова, которая ставит перед собой новые цели А дальше новая жизнь, новые люди, знакомые Это шаг в новую мечту Сбор выпускников у Дворца детского творчества стал уже доброй традицией Именно здесь представители ядерного центра вручили будущим студентам целевые направления на обучение А затем под рев моторов торжества переметились на площадь Колонны выпускников возглавили городские байкеры С большой сцены с напустленными словами к вчерашним школьникам Обратились руководители городской думы и администрации Именно вам, друзья мои, предстоит развивать наш город Именно вам создавать все те замечательные разработки, которые есть у госкорпорации «Росатом» Ну и, собственно, двигать дальше и научную мысль Праздничную программу для зрителей подготовили не только творческие коллективы нашего города На сцену вышли и сами выпускники, которые исполнили для саровчан кавер-версии известных песен Самым долгожданным и приятным подарком стал фейерверк Который завершил праздник выпускников на центральной площади города Елены Грицкого Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24 Саровчане отметили День молодежи В этом году большой праздник на стадионе ИКАР посвятили главному событию лета Чемпионату мира по футболу в России Весь вечер для горожан работали различные зоны отдыха и настольных игр Семейные конкурсы, фестиваль красок, мастер-классы, экологическая акция, фестиваль энергосбережения А также историческая зона молодежного проекта «Саровский котельон» Среди отдыхающих на дне молодежи Саровчана заметно выделялись участники Саровского котельона В пышных платьях, в раках и перчатках Повторив основные фигуры вальса, польки, мазурки, активисты молодежного проекта закружили зрителей в танце Клуб исторической реконструкции «Армир» представил возможность горожанам не только почувствовать себя аристократами на балу Но и ремесленниками, и воинами эпохи Ивана Грозного Каждый желающий мог подержать в руках мечи, бердыши, мушкеты и примерить стальной шлем У нас сегодня фехтование на мягком оружии для детей и не очень детей, в общем, всех возрастов Фотозона, где можно сфотографироваться на троне, с оружием, с любым, да И выставка оружия День молодежи на стадионе Икар стал праздником для островчан всех возрастов Каждый мог найти себе занятие по интересам Из зоны исторической реконструкции зрители перемещали в танцевальный сектор Где творческие коллективы города давали мастер-классы по танцам различных стилей А те, кому хотелось особенных впечатлений от праздника, веселились на фестивале красок Современные музыкальные хиты, яркая краска и возможность немного похулиганить Вот составляющие хорошего настроения Ну то, что весело и интересно было Все-таки, ну, первый раз сюда пришел, чтобы покидаться красками Ярко и интересно Для тех, кому не хотелось активного веселья и праздничной суеты Организаторы приготовили зону настольных игр и отдыха Такая зона отдыха оказалась очень кстати для маленьких детей Которые могли поиграть не только в подвижные игры, но и просто порисовать и посидеть в мягких креслах Взрослые могли отдышаться, сыграть с друзьями партию «Маджонг» или «Манчкин» А дети с родителями увлеченно передвигали пластмассовых футболистов, пытаясь забить гол в ворота соперникам У нас в прошлом году была такая тоже зона настольных игр Вроде бы отзыв получили хороший И в этом году решили полностью, как бы, 4 стола занять под настольные игры Потому что молодежь хочет Творческие, танцевальные, спортивные и исторические площадки молодежного праздника Стали для саровчан уникальной возможностью попробовать себя в различных направлениях Спортивный блок для молодежи открыли городские соревнования «Беговел» Которые собрали на центральном поле стадиона «Икар» множество юных велосипедистов и их родителей Для спортсменов постарше прошли состязания по средболу и БМХ-шоу Но главной частью молодежного спортивно-развлекательного праздника стал футбол В футболке белого, синего и красного цвета в руках российский триколор И пусть эти ребята не волонтеры FIFA Энергетика от них исходит такая же, как если бы они трудились на матчах чемпионата Аня Соколова решила пойти волонтером на День молодежи не случайно По ее словам, когда ты становишься не просто зрителем, а неотъемлемым участником праздника Это вызывает бурю эмоций Просто отдыхать это скучно, хочется помогать людям, звать их на мероприятия В этом году большинство интерактивных зон и площадок решили посвятить футболу Все гости праздника смогли принять участие в футбольном боулинге, конкурсе на самый точный гол и забить мега-мяч Те, кто проводил выходные вместе с близкими, смогли принять участие в конкурсе «Семья – лучшая сборная» Также впервые в нашем городе прошел турнир под названием «Саров молодой» Принимал 4 команды участия Это команда СПТУ, команда Дуаякса, СРФТИ и команда Атфнефа Тут кубковая система, то есть игра на вылет Ну и, конечно, не обошлись стороной и чемпионат мира Каждый желающий смог на специальных площадках смастерить себе атрибут болельщика В подтрибунных помещениях по традиции работала фан-зона А в 17 и 21 час на центральном поле стадиона «Икар» на большом экране показывали первые матчи 1-8 финала И это все, о чем успели рассказать вам сегодня Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники Также вся актуальная информация на сайте srov24.ru В студии работала Мария Рунич Всего вам доброго и хороших вам новостей Субтитры подогнал «Симон»